Ребят, сейчас мы построим это видео, так как оно в открытом доступе. Во-первых, нам добавим, чтобы у нас выходило какое-то сообщение, что какие действия пользователь не делал, чтобы оно сообщалось. Во-вторых, обратите внимание, вот, да, для тех, кто первый раз это видео смотрит, начал с него, мы пишем довольно сложный сайт, чат, уведомления, друзьями, друзей, фолловинг, ну, в общем, все. Простые сайты после этого будете писать легко. И в простой сайт сможете добавить, какой вам нужен уровень социализации. Ладно, то есть это поняли. Теперь еще один момент. Вот мы сейчас проходим формы, да, то есть поступили мы следующим образом. Мы писали с вами сейчас блок, да, сначала. и там делали форму из класса. Она делается просто, вы это будете использовать постоянно, но вопрос в том, что этого мало. Да, здесь Жанга все сделала для нас, по-быструхе сделать, когда понимаешь. Но теперь обратите внимание, а ведь нам придется что делать? Так, это то, что мы сейчас пишем. А где то, что я сейчас открыл? Ведь нам надо написать еще, во-первых, комментарии, и ребят, ответы на комментарии. Эта форма будет немножко посложнее. И все это надо будет привязать дителю в ю. посему, если бы мы остановились и довольствовались только тем, как мы создали форму из класса и радовались этому, этого мало. Понимания надо немножко больше. Посему пошли немножко, дали круг. Крюк, да, какой. я вас попросил создать еще одно представление, как первое. Предыдущее видео вы видели, там я вам оставил некие подарки, чтобы вы покопались. Ну, это классно. Но, в конце концов, надеюсь, вы справились. И здесь мы пошли чуть дальше. создали уже в юху и разобрали шаг за шагом сами, как функцию. Да, все у нас получилось. Ну, теперь давайте уже, между прочим, сейчас добавим, чтобы у нас высвечивалось сообщение, что профиль, чтобы пользователь что-то добавил. Сейчас это сделаем. Но нам надо пойти немножко дальше. Для того, чтобы написать действительно более серьезные вьюхи, начать писать, нам надо пойти немножко дальше. Мы с вами еще сейчас продолжим, что делать. То есть, вроде писать научились, но понимание я не думаю, что у вас пришло. Почему надо, что пришло? Мы рассмотрим опи-форум. Мы с вами ранее изучали модели и поняли, что там есть опи, при помощи которых мы работаем, да, то есть, соединяемся с базой данных. У форума тоже есть опи. Вот их надо разобрать. Это мы будем разбирать Джупитер. И формы из моделей. В принципе, мы их сейчас и делали, да, но вопрос в том, что вы можете делать немножко больше. Когда вот это все станет, вот этого станет, как раз мы задействуем и виджеты сейчас здесь в формах, тогда все остальное, в принципе, и будет понятно, становится потихонечку, со временем на места. То есть, в любом случае, в 99% случаев вы будете применять формы из моделей. Потому что они имеют все, что есть. Джанго мы создаем модель на каждое поле модели у форм модели есть уже виджеты, да. Модели поляк, с которым мы уже знакомы, и, соответственно, форма. Ничего нам здесь особо понимать не надо, потому что Джанго здесь делает на автомате виджеты и создает из моделей. Они просто уже есть. Нам надо расширение. Почему поработаем с API? Это я настраиваю на дальше, потому что хотелось бы, чтобы у вас было понимание подготовить вас к тому, чтобы мы написали уже форму еще более сложную, чтобы вы вышли вот на этот уровень. Теперь еще момент, который я собираюсь все-таки еще ввести в ближайшее время. Это немножко мы неправильно делаем сейчас. Это немножко не та привычка программиста, которая должна у вас вырабатываться. Нам не хватает на самом деле гид. Гид! Я сейчас готовлю уроки, чтобы научить вас банально просто уже использовать гид. Думаю, в ближайшее время они будут. А уже по ходу приобретать. То есть покажу вам, но мы начнем это применять сразу. В ближайшее время я специально начал готовить. Почему? Потому что это я вам сейчас немножко рассказываю. что мы делаем неправильно, не делаем как действительно кто-то собирается устроиться на работу, кто-то надо делать профессионально. Профессионально конечно это работа с гид. Я просто сейчас немножко забегу вперед, а потом начнем дальше писать код. Смотрите, мы сейчас пишем код, вот открыли в это приложение и пишем. Ну по сути дела все это правильно, все это работает, но это не совсем грамотно. Когда мы разберем гид, когда мы разберем гид, допустим VS, студия, пейчаром, ну в принципе все едино, везде все это встроено. Есть графические интерфейсы для работы с гид, все это изучим. но в чем смысл? Правильнее было бы программисту делать следующим образом, то есть вот у нас есть работающий проект, да, вот он работает на данный момент, нас все устраивает, и по сути дела профессионально в него не лезть. А что делать, да, я пока просто готовлю, а дело следующее, чему мы сейчас научимся дальше, чуть позже, сейчас, секунду, тут я пока делал, поэтому немножко запутанно сейчас, создать ветку, да, основная ветка у нас будет иметь именно наш проект, потом мы хотим дописать какой-то код, например, любую другую вьюху, любую другую или абсолютно любой код, нам надо что сделать, мы научимся создавать новые ветки, да, создадим ветку, что это значит создать ветку, это значит, что при создании ветки весь наш код проекта скопируется, да, и при этом он будет полностью идентичен на момент копирования, но ведь кроме нас никто старый проект не будет менять, да, а получается скопируется, и в этом скопированном проекте в новой ветке мы можем писать новую функцию, если мы что-то там загубили, то черт с ним удалили ветку начали снова, но при этом мы проект который рабочий, мы его вообще не трогаем, да, мы работаем в новой ветке и добились результата, то есть у нас все работает, что мы делаем, берем вот эту вновь созданную ветку, которая у нас заработалась, сливаем с основным проектом, все, код в основном проекте, если ветка не надо, удалили, и такими шагами продвигаться, второй момент, ведь у вас может система полететь, допустим, да, а потом, а где этот код наш, поэтому хорошо бы было проект хранить не на компьютере, а в удаленном репозитории, это мы тоже разберем, так вот, в ближайшее время я вам расскажу буквально за несколько уроков, как работать с гидом, мы начнем с ним работать практически, ну и те, кто собирается устроиться на работу, и вообще всегда учил, то надо вести свой гид, и потом на работе не надо будет там объяснять, показал и все, и делать свои серверные проекты вообще, я всегда учил, но несколько человек меня услышали, ладно, это то, что в ближайшее время, и будем по ходу дальше писать сайт, и так, это я рассказал, теперь давайте внесем то, что мы хотели, вот эту мелочь, да, чтобы у нас отображалось, и так, пока открываем опять наш проект, да, он у нас открыт, сейчас все остальное я позакрываю, подождите секунду, я выключу, то, что добавилась запись, которую мы добавили, хорошо, было сообщение нам, теперь давайте пойдем к кому в настройки, если мы посмотрим наши настроечки, то по умолчанию мы, я когда-то проговорил, давайте обратим внимание, есть такая библиотека, Django Contrib Message, это целый мини фреймворк, он не относится к e-mail почте, он относится к именно сообщениям, которые выводятся пользователю, работа с ним довольно просто, Message Framework, это целый фреймворк, фреймворк Django, фреймворк это заготовки, в принципе здесь много разной информации, да, но мы научимся простой вещи, что здесь надо понять всего всего фреймворка, что существует пять видов сообщений, то есть дебаг, инфа, успех, внимание и исключения, да, то есть это то, что это те исключения, которые вы хотите показать пользователю, и здесь сразу есть примеры, которыми мы воспользуемся, как это все дело делать, дальше, если вы помните, когда мы начинали проект, а это есть даже в бесплатных уроках, здесь на ютюбе в начальных, так, мне VS Studio надо пока закрыть, я просто пока специально работаю с Atom, вот с VS Studio, что можно Atom привести как среду, и еще если промотать наш файл настроек, мы с вами настраивали такую вещь, вы еще туда вряд ли знали для чего это нужно, но мы Message Tax, и по сути дела здесь вписали дебаг, инфа, и писали какими цветами, это можно в файле вообще-то и переопределить, но мы определили вот прямо в фреймворке, то есть уже цвет сообщений, что мы делаем дальше, дальше нам надо просто открыть нашу вьюху в дискуссион, и сообщить нашей вьюхе, когда выводится сообщение, иными словами, после в методе isValid, после save, перед ретуром, почему, потому что оно тогда и выведется, но попробуйте разные варианты, но сначала нам надо что сделать импортировать, чтобы мы узнали, у меня оно уже есть, from jango contrip, это тоже как в настройках там будет прописан, import message, импортируйте, после чего давайте пропишем, чтобы у нас отображались сообщения, в данном случае принцип здесь очень простой, мы сами предусматриваем, какое сообщение выдать пользователю, исходя из того, что мы пишем, у нас идет добавление сейчас секунду, мы еще систему аутентификации не писали, у нас идет добавление поста, значит там надо в принципе сообщить пользователю, что он добавил пост для его же спокойствия, да, то, что пост добавлен успешно, да, ребят, дизайн добавьте, как мы ранее делали, чтобы все формы сравнять, это вы уже сами справитесь, я думаю, почему, почему, то есть мы решили, что будем о успехе, значит, что делаем, берем сам класс месседж, далее, само сообщение успех, это у нас получается метод, то есть функция, далее, как я говорил, в Жанго, все в Жанго начинается с реквеста, запроса, далее, реквест, давайте-ка посмотрим еще документацию, это важный момент, чтобы знать, куда смотреть, вот здесь показано, да, сразу в документации, вот примеры, да, реквест, и дальше само сообщение, все, вся мудрость, что нас еще интересует, если мы начинаем просматривать методы, get message, давайте посмотрим другие методы, сейчас, что здесь еще есть, я, в принципе, пользуюсь только сообщениями, этими, самим выводом, как еще здесь можно сделать, обратите внимание, потом в класс добавим, вот, в класс добавляется как, как мы делали модель, и дальше само сообщение, да, то есть тоже есть пример, либо просто сообщение, ну, URL у нас уже указан, мы не указывали, у нас get absolute URL по умолчанию, в любом случае, что надо, вот то, что мы смотрели, единственный параметр, здесь, который обязательно, это request, все, больше ничего здесь нету, почему, посмотрев документацию, мы берем, ставим строку, и пишем дискуссия успешно добавленная, ну, я там по аистам, потому что я говорю, потом, почему я назвал дискуссией, потому что желательно потом сюда включить, кроме комментариев, элементы какого-то форума, и у вас получится прекрасное представление для дискуссии, дискуссия успешно добавлена, в принципе, то, что нам надо было сделать представление, уже сделано, сервер перезагрузился, идем теперь в html, то есть нам надо как-то сообщить, в html, а теперь думайте, куда надо идти, в дитиль или в креат форум, ну, давайте рассуждать, хорошо, пойдем мы в креат форум, ну, пошли, форум мы заполнили, пошла переадресация, мы ушли отсюда, то есть тут сообщение никак не может жить, думаем дальше, перед этим мы мы с вами делали, что перенаправляется на дитиль view, на деталь, да, дитиль, детали, значит, все-таки нам надо идти на страницу дискуссион деталь, дитиль, и добавляем код сюда, если мы очень ленивые, а программисты всегда ленивые, поэтому заходим в документацию и тупо копируем, здесь придумывать ничего не надо, ребят, заходим в документацию и тупо копируем, и далее единственное для нас, где его разместить, ну, давайте пусть вверху, вверху, дальше смотрим по дизайну, где вы захотите, ну, давайте сначала разместим блок вот просто под блоком, оно будет там получается как бы само по себе, сначала давайте проверим, как оно работает, так, сохраняем, ну, отлично, только надо там написать по-русски, дискуссия успешно добавлено, то есть, то, что оно появилось, еще у вас там две строчки, смотрите, как у меня, но это вам будет домашнее задание, открываем пустую форму, то есть, отсылаем get-запрос, все, дискуссия успешно добавлена, все есть, вы можете еще использовать теги бустра, потом, не теги, а так, ну, например, то есть, позиционно применить, покопаться в коде, и там, вверху, внизу, в общем, можете все это дело дополнить, и оно будет вас отображаться, грубо говоря, хоть боком, хоть как, хоть там сбоку, хоть внизу, как вам будет удобно, это уже надо просто-напросто посидеть, и поработать, сделать, как вам нравится, мы сейчас его расположили, мы сейчас его расположили, получилось у нас где блок-контент-блок, иными словами, это у нас получается в нашем контейнере базы, да, ну, мы могли, допустим, убрать отсюда и сделать в ряду, да, по сути дела, вот здесь вот расположить после ряда, туда была бы уже другая картина, я думаю, создадим новую дискуссию, новую форму, чтобы у нас ничего там не повторялось, вот, стало уже меньше, да, ну, а там уже дальше регулируйте, ниже, выше, в любом случае, этого мы добились, давайте посмотрим классы еще, здесь, да, мы здесь видим, что, если так присмотреться, в принципе, вот тут предлагается персонализировать, ну, мы тоже можем персонализировать персонализировать наше сообщение, в принципе, еще проще, в принципе, Django User, какие поля мы можем использовать, давайте посмотрим, вот у нас есть UserObjects, мы видим, что UserName, то есть, мы использовали, указывали модель, модель, саму модель, надо вьюха, мы указывали автора, да, где запрашивалась модель юзера, но модель юзера, мы уже с вами ранее смотрели, содержит вот эти вот все поля, то есть, по сути дела, мы можем использовать UserName, FirstName, LastName, и есть довольно простой способ, чтобы не заморачиваться, открываем наш диск, он деталь, единственное, я вставлю не туда, чтобы у вас была работа, привести в порядок, и пишем, If, если наш пользователь из, ну давай, подсказывай, долгое слово, есть твое раз, ну в общем-то, вернемся к документации, к юзеру, промотаем, вот это длинное слово, не писать, а то понаписываю сейчас, далее, что пишем, else, как я вас учил, если есть if, значит должен быть end if в шаблонах, здесь нам можно, если пользователь авторизован, ну берем, например, ставим переменную, сразу доступ, берем user, ставим, а мы авторизованы, мы еще систему авторизации не писали, но ведь мы зашли в jango админ, то есть, все равно jango нас видит, как суперпользователи, даже если мы не авторизованы, потом просто это распространяться будет на всех, я думаю, и сейчас будет, новая дискуссия, ну, а вы теперь, ага, да, то есть, а вы теперь думайте, куда поставить, чтобы оно вот тут появилось, агат, то есть, обращение к пользователю, юзернейм будет то же самое, надо смотреть там документации, так, что-то не так написали, в общем, попробуйте, или, а, нет, так не пойдет, лаз-нейм не будет работать, сейчас вообще посмотрим, вот так надо, так, в общем-то, ребята, копаться не буду, потому что, это не имеет смысла, фамилия и имя, не имеет смысла для сайта, потому что, если вы будете пользователя заставлять заполнять фамилию и имя, он там как бы написывает, потом будет выводиться, почему, это не перспективно, это не перспективно, даже не перспективно, с другой стороны, если пользователь не укажет имя, это надо уже, поэтому лучше, конечно, логин выводить, вот он всегда, у пользователя есть, и он им узнаваемый, а фамилию и имя, это, ну, не знаю, это надо, чтобы они обязательно заполнялись, и не писали разную ерунду, там, посему, даже не буду продолжать, все пока, в классах, еще можно поставить, но это вам будет домашнее задание, в классах, откроете месседж, там посмотрите в классе, и доработаете в классах, которые мы писали, Игорь Негода.